1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, каждый житель региона сможет отдать свой голос за присвоение Колымской столице звания «Город трудовой доблести». Несмотря на свою отдаленность, жители Магаданской области отдали в годы Великой Отечественной войны во имя победы все, что могли. В то время Колыма была территорией деятельности главного управления строительства на Дальнем Севере, более известного как «Дальстрой». В нее входила не только Магаданская область, но и Чукотка, и Якутия. На Дальнем Востоке не только добывали дорогостоящие металлы золота, вольфрам и олова, но и строили фабрики по их переработке. Сам город Магадан был своего рода штабом горной промышленности, а также отправным пунктом необходимых ресурсов для фронта. По морской дороге из бухты Нагаева уходили корабли, которые доставляли грузы. Город оказывал неоценимую помощь в добыче ресурсов под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Надо сказать, что даже в летний период многие работники различных предприятий самого города формировались в бригады и отправлялись на прииски на промывочный сезон. Ремонт автомобильной техники, горного оборудования – все производилось в основном на магаданских заводах. Морской порт служил не просто перевалочной базой, сюда приходили грузы по ленд-лизу, сюда приходили грузы для обслуживания авиатрассы «Аляска-Сибирь». Так как аэропорт, который был на 13-м километре, это был запасной аэродром, сюда садились и летчики авиатрассы, сюда привозились морем горючкой, которая отправлялась на аэродромы Сусумана, Симчана и далее, где базировались полки перегоночной авиадивизии. В годы войны более 30 тысяч колымчан были награждены орденами и медалями за передовой труд. В 1944 году двое из них были удостоены звания Герой социалистического труда. Более 30 человек были награждены орденами Ленина, более 200 – трудового красного знамени. Также магаданцы в составе 2-го стрелкового батальона принимали участие в освобождении Южного Сахалина. Индивидуально, как тогда говорили по телеграмме Сталина, ушли на фронт более 70 человек. Это были люди, которые сдавали деньги в фонд обороны на строительство боевой техники. Они писали телеграммы и письма на имя Верховного Главнокомандующего, чтобы получить в ответ разрешение на обучение в Челябинском танковом училище, по окончании которого они воевали на танках, которые были приобретены на собственные средства. Инициаторами этого движения стали известные в наши дни супруги Бойко, Иван Федорович и Александра Леонтьевна. Вслед за ними отправились и другие магаданцы, колымчане и жители Чукотки. Это было огромное движение, которое стало символом патриотизма дальстроевцев. Кроме того, более 500 миллионов рублей было собрано тружениками области на строительство различной боевой техники. Напомним, 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, на избирательных участках будут работать волонтеры. Возможность поддержать инициативу присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести» есть у каждого магаданца, независимо от возраста.